механиком соответственно весь в грязи электриком чистой с отверточкой ходить отверточку в карманчике ну как я думал раньше дашь это одно вот как ты как ты как ты видишь вот свое развитие какое-то ну на самом деле вообще как-нибудь на самом так а ну конечно на самом деле не нужно покупать брать там кредиты и сразу там на 300 тысяч закупаться инструментом я просто знаю на самом деле очень много людей которые купили просто именно общение с коллегами именно вот какие-то организационный отлично для меня организационные моменты какие-то моменты по всем привет снова наша рубрика в гостях уру вима или интервью вот и сегодня у нас замечательный человек сегодня у нас мастер своего дела это алексей медведев вот ну так мы его любя называем медведь все в своих кругах знакомым и наверное года два-три до сколько дачу такое то есть человек который который больной своим делом то есть он снимает тоже ролики ну кто-то его знает кто-то нет подписывайтесь на канал там довольно таки вот сразу видно по роликам как человек относится к своей работе то есть человека нет выходных а я мог не позвони у него перфоратор блокбит или что-то еще и когда мне нужен какой-то совет я знаю чей номер мне набрать то есть потом электромонтажу например и то есть из этого наверное будет следовать такой первый такой довольно таки вопрос вот всем этом я там допустим начал заниматься там стяжкой сейчас занимаюсь комплексными услугами то есть я прошел там большой путь начиная электрика в том числе я много подчеркнул у тебя вот вкратце расскажи как вот у тебя бы как ты пришел на стройку в общем как ты пришел к тому что стал вот то есть либо у тебя было когда допустим шайтер он сказал я короче вот родился в семье строителей у меня я потомственный строитель ведь я понял как попал на стройку ну вот уже был так во первых да путь был путь строился но начался с технику пошел в техникум на электрика был вопрос был вариант либо на механика либо на электрика учился бесплатно механиком соответственно весь в грязи электриком чистый с отверточкой ходить отверточку в карманчике ну как я думал раньше дальше как это выглядит пошел отучился первым куда делом попал это была внедрственная охрана я устанавливал пожарную охранную сигнализацию слаботочки поработал понял что не то устроился на железку крутить силовые провода получал 5000 понял что не прославлюсь и пошел работать руками сначала конечно не особо получалось ну как у всех да 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 потом потом понял что если давить на качество то можно чего-то добиться соответственно начали выгонять людей с рынка рукожопов криворуких именно качеством задавили выгнали взяли рынок сам я не из москвы я саратовском из города балашов с населением там 80 тысяч человек задавили весь рынок поняли что нам этого мало и поехали в москву для тех кто не знает у меня есть брат близнец с которым мы работали очень долго в тандеме потом чуть-чуть разошлись наши пути сейчас работаем по отдельности он также развивается ну и мы также ну то есть у тебя было получается как бы да потом был институт закончили институт получили инженеров то есть сейчас с высшим образованием крутим провода как многие говорят но опять же делая упор на качество мы давим рынок именно рынок качество потому что без качества нет ничего это самозначение я просто хотел кое-что вот туда спросить я я знаю в принципе ту историю ребята не знают вот то есть в нашей жизни бывает так что иногда но с полчаса это потрясение сотрясения до без которых без скажем так падение нет взлетов вот какую-нибудь интересную историю своей жизни а потому что знаю что есть интересные вещи да ты ты в курсе и и снимал про это ролик но я являл нет не про это в ролик но история маленькая была вставлена именно в его ролик моя история смысл в том что чем сильнее ты упадешь и чем сильнее ты шарахнешься об землю тем взлет у тебя будет приятней и выше то есть ты пойдешь выше только после того как сильно шарахнешься вниз у меня был период когда лишился всего машины бригады инструмента вообще всего абсолютно у меня осталось две отвертки и говоря все что сейчас у меня есть было достигнуто с помощью двух отверток отвертка ph и в минус соответственно я вот приехал к руину был период встретились мы познакомились лично говорю все пойду в охране пойду в охранники потому что ну чем заниматься нет ну ничего реально и человек не говорит лёха то что ты достиг ты приобретешь и приумножишь если включить свою голову включил голову так все получилось поэтому этому человеку я безумно благодарен именно за совет своевременный совет вот как-то то есть да ребята не думайте что если ну в нашей жизни и на следующий день он всегда несет за собой какую-то ну лучшую идею главное как бы не падать духом всегда и самое главное учитесь развивайтесь и еще приехав сюда на форум здесь наш один общий знакомый и у него сейчас получилась такая же буквально ситуация тоже остался человек без инструмента посмотря на него ну так получилось да чуть не унывает вообще никак он на позитиве он понимает что буквально через полгода он перепрыгнет планку ту на который был вот и все поэтому да включайте голову думаете развивайтесь больше мы находимся на форуме да у нас здесь вот ну еще такой вопрос полезно безусловно полезно полезно даже не тем что какие-то возможно новые технологии знания там например то что нужно мне в принципе я все знаю но именно общение с коллегами именно вот какие-то организационные отлично для меня организационные моменты какие-то моменты по как поставить бригаду на каких моментах нужно что-то сделать что-то добавить и так далее именно вот этот опыт вот лично для меня здесь он бесценен потому что мнение одного-двух человек либо мнение грубо говоря там 50 человек сложные воедино взято что-то эксклюзивное индивидуальное и применено примененное в дело но и нигде вы такого просто не найдете еще такой вопрос но это да то есть безусловно то есть это практически каждый говорит захлеб вот ну как вот ты видишь ближайшие там я не знаю там год-два вот развития давать мы идем да то есть скажем так мы не будем сейчас узнавать так что было год назад до одного как ты как ты как ты видишь вот свое развитие какое-то ну на самом деле план наполеоновский но ты знаешь что без этого просто никуда никогда в данный момент кто следит за моим каналом знает то что мы развиваем сферу деятельности мы сейчас занимаемся отопление водоснабжение полностью инженер куда мы берем сейчас полностью инженерку сейчас переключаемся также на вентиляцию и мы не то что сейчас своей бригадой мы ломим все это дело нет мы взяли мы сейчас изучили этот момент мы продвигаемся вперед но при этом мы берем какие-то смежных людей смежные бригады со стороны хотел узнать как у вас в бригаде потому что много людей не задает вопросы что как у вас там вот как у тебя но при этом да нужно не забывать что основной акцент всегда идет на качество то есть мы работаем на качество и если человек не проверен я не могу оставить одного я могу взять человека к себе усиление но будет работать только под контролем только с проверкой каждого этапа тем более если то какие-то скрытые работы ну без проверки не будет просто никак ставим обговариваем условия на смысле ставим берем людей обговариваем условия какие-то проверочные этапы смотрим если человек нас устраивает если устраивает качество подход к делу самый главный подход то он ставит сработается если нет соответственно лёха просто больной к работе просто больной аж говорит кто короче вот я ему когда не позвоню или там чё он все никаких зела ничего все я на работе там чё по делу давай быстро скажи там а то у меня все парады как-то так да и по поводу работы ребят не забывайте отдыхать мы забываем об этом приехал сюда на форум как-то хоть голова очищается от работы потому что ну нельзя в таком режиме в нон-стопе работать постоянно с объекта на объект с объекта на объект и не получается отдыха отдых нужен как бы тяжело не было отдыхать надо да ты сам такой чути рассказать до 100 пудов давай совет начинающего что будет наш позже на вас очень много смотрят ребят молодых на пацанов которые вот только только вот их бьет жизнь жестко они куда не придут их везде кидают что-то не случается вот что ты сказал первый самый главный совет когда когда кто-то начинает какое-то дело ребят не нужно ставить перед собой планку вот такую ребят поставьте небольшую планку и попробуйте во первых нужно ли этого как у вас это идет и так далее любой кто молодой обращается ко мне за любым советом как начать с чего начать первым делом что ему говорю посмотри другую работу вот просто тупо посмотри на другой вид деятельности почему потому что то что вы видите на экране то что вы видите там готовый результат это на самом деле очень далеко от правда почему потому что процесс именно вот этого всего производства он но на самом деле очень тяжелый многие думают ну что там протянуть кабель там прикрутить его и все на самом деле это не так моментов очень много и это очень тяжело многие люди ломаются поэтому первый совет это посмотрите другой вид деятельности не надо ломиться настройку второй совет это поставьте планку чуть пониже попробуйте опять же нужно ли этого не нужно покупать брать там кредиты сразу там на 300 тысяч закупаться инструментом я просто знаю на самом деле очень много людей которые купили просто кот тут просто купили такой инструмент который не нужен когда который мне нужен который просто сейчас в данный момент лежит они не могут не заработать деньги ничего вот все поэтому ребят не нужно покупать там хилки мелоки довольт купите отвертку купите шуруповерт и попробуйте что-то сделать самый дешевый штреборез стоит 50007 фиолет а потом уже покупать штреборезы за 30000 потому что ну не нужно сейчас нам а потом вы поймете да да нет нет и третий момент это непосредственно качество ребят изучите технологии изучите конечную точку и в каком формате должна конечная точка быть и потом уже смотрите обходные пути либо прямые пути к этой точке все как-то так огонь что как и я ты очень мало выпускаешь ролика сейчас немало вообще почти что забил почему не забил они забил в данный момент отснята примерно 6 роликов просто тупо нет времени на монтаж нету времени сесть за компьютер сделать монтаж то что приезжаю домой к 11 12 пол шестого стою и уезжаю нету времени идей много много тем для видео есть те же ролики уже отснятый но в сферу нашей занятости мы не можем опять же ехали ехал сюда на форум для того чтобы приехать сюда я зашел на один объект сдал два объекта и сделал параллельно две шабашки прям вот грубо говоря перед тем как сюда приехать но не получается сейчас вот оставил ребят и уехал сюда но душа душой все равно там что такой момент ну как бы я по себе могу садя что у меня работа стоит вперед да то есть как вот как вот ребята сидят и говорят блин мы не можем найти работу не можем не знаю нет у нас работы вот почему вот у тебя есть как ты думаешь в чем секрет опять возвращаемся качество качество то есть все завязано в эти про деньги то есть деньги они если ты наш хороший продукт приложится до деньги никогда не ставьте деньги тем более если вы начинаете вперед всех целей изначально ставьте качество сроки и улыбку заказчика если в конечном итоге у заказчика улыбка ребят все будет дальше просто офигенно другого ответа просто нету его просто нету по работе вот опять же как строить не знаю как у тебя у меня сейчас расписано примерно до начала или середины уж не помню надо посмотреть график ноября то есть люди говорят что у них нет работы у нас забит график уже группу почти на полгода и мы сейчас просто не не можем принимать заказы потому что бывают такие моменты что у нас сейчас графиком чуть-чуть плавает неделя плюс неделя минус как бы заказчики в принципе об этом предупреждены и весь сербор получается за заказчика опять же не знаю как у тебя у меня сейчас стоит условие либо закупка занимается полностью заказчик либо полностью мы мы не дробим полностью закупку закупка то есть в любом случае кто-то один занимается если он ей начинает заниматься заказчик но опять же по желанию ну сроки вы просрали можно так сказать в любом случае потому что заказчики это закупку ты грубо говоря четыре дня просто находишься на телефоне отвечаешь на все звонки хотя ты ему скидываешь excel ский файл в котором даже все артикулы ссылки на сайт где можно посмотреть данную продукцию все это есть но при этом четыре дня ты сидишь тупо на телефоне вот и все работа как таковая не идет поэтому сейчас у нас жестко такого условия в основном закупаемся мы очень редко закупается закачки во первых это быстрее к закачку меньше головной боли ну и текающие отсюда ну да да у меня тоже я сам закупать ну чтобы сама закупаться нужно иметь какой-то авторитет ну тут дать визуально не в любом случае первые первое какое-то время нужно работать на авторитет это однозначно без это вообще никак то есть если ты хочешь чего-то добиться подарить человеку нет не так как там по-другому